Война Елгандиев Урумбасар Ерубаевич, 10 мая 1923 года рождения, призван в ряды Красной Армии 5 июня 1941 года. Он прошел долгий путь к победе, является участником взятия Берлина. К великой горечи в 1972 году в наш дом эхом войны ворвалась беда. Отец ушел из жизни. И лишь портрет на стене подсказывает мне его лицо. И воспоминания старших братьев и сестер передают его сильный дух и человеческое величие. Ни слова о войне при жизни не сказал отец. И лишь благодаря сайту «Память народа» спустя многие годы я узнала о подвиге отца. В боях с 10 по 14 ноября 1943 года мой отец показал себя храбрым и мужественным самоинструктором 35-го гвардейского кавалерийского полка 17-й гвардейской кавалерийской дивизии. Под сильным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем мой отец оказывал помощь раненым бойцам и офицерам и вынес с поля боя 36 раненых солдат с их оружием, за что награжден орденом Красная Звезда. Наград отца не счесть, но так ли важно их количество? Кто знает, быть может рука солдата, спасенного моим отцом, водрузила победное знамя над Рейхстагом. Не менее героической является моя мама Ульмекена Абдрахмановна, 1 октября 1923 года рождения. Говорят, что человеку дано столько испытаний, сколько он может вынести. Вся жизнь моей матери переполнена испытаниями на прочность. В 10 лет она осталась сиротой, ища заботу и приют у чужих людей. Голод, разруха, а затем и война не только не сломили ее дух, а лишь сделали недосягаемо сильной. Труженицы тыла, ветеран войны, совершившая главный подвиг женщины, материнский. Мама родила и воспитала 12 детей. Награждена золотой медалью «Мать-героиня». Стоит ли говорить, что стоит за этим гордым званием? Может, извиняясь за излишнюю суровость судьбы, природа одарила мою маму крепким здоровьем. Не очерствев душой в возрасте 93 лет, мама восхищает всех своим жизнелюбием и верой. Как реликвию берегу я в сердце отца и низко кланяюсь своей матери, молясь о том, чтобы свет ее добрых глаз и тепло всепрощающего сердца согревали мне еще долгие годы. Нужно ли объяснять, почему неизменным предметом моей личной гордости были, есть и навсегда останутся мои родители? Я помню, я горжусь, служу России.